Давай, начинай, я записываю. Окей. Все были в прошлый раз? Я был. Да, наверное. Хорошо. Хорошо. Значит, в прошлый раз мы остановились на... 15-й... нет, вру. На 14-й Java, я так понимаю, на Switch. Мы долго обсуждали Switch и его из кейса, возможно. Еще одна фича 14-й Java, которую, мне кажется, мы не осветили, и это более понятные NPE-эксепшены, месседжи для No-Pointer-эксепшены. Вот. Давайте посмотрим. Значит, теперь у нас более человекоподобные NPE. Не знаю, если бы... Если бы эта фича была в той Java, которую я учил, то, возможно, процесс изучения оскорился бы процентов на 15. И тут все очень просто. Если где-то по стеку у нас вылетает No-Pointer, который генерирован у нас не руками, как можно No-Pointer-эксепшем сделать, а который вылетает из самой JVM, то есть, когда мы просто пытаемся на null-объекте вызвать что-то. Вот, например, здесь у меня есть объект Printer. Вот я класс создал. А в нем есть метод, который я пытаюсь вызвать. И передаю туда null-аргументы. То есть, этот метод не предусматривает null-аргументы. Конечно, нас идея об этом предупреждает. Ну, допустим, мы пишем в блокноте. Мало ли. Здесь не предусмотрен null. Здесь нет проверки на null. И на этом аргументе вызывается фишкод. Естественно, здесь вылетает null-Pointer-эксепшен. И вот мы видим вот этот автоматически сгенерированный JVM-месседж. Can't invoke string-хэш-код, because arg is null. Ну, stack trace мы видим. Мы видим, откуда вылетел NPE. Это и раньше было. Но вот этого полезного месседжа не было. Теперь мы даже понимаем, какой метод мы пытались вызвать. И на каком конкретно объекте в этом stack. Такая простенькая фича. Ну, quality of life, я считаю, бомба. И предлагаю переходить, главное, к 15-й JVM. Ну, по поводу 4-й, что я еще не сказал. Там garbage collector улучшили. Но это все такие тонкие моменты, которые особо обсуждать. Не будем сейчас еще. Про garbage collection и вообще про performance-JVM нужно отдельно говорить. Мы переходим к 15-й JVM. 15-й JVM у нас из интересного. Возможность многострочные литералы объявлять текстами. Получается, можно, например, теперь ставить три, как этот символ называется, в общем, кавычки, да. Три кавычки. И внутри этих трех кавычек, слева и трех кавычек справа, писать любое форматирование текста. И это форматирование сохранится. То есть, теперь не нужно писать. Можно вернуть. Нет. Вот, выглядело бы вот так это раньше. Теперь можно просто так писать. Давайте покажу. Вот. Сохраняется форматирование. И из интересного, что касается этих текстовых блоков, есть специальные символы. Вот, слэш S вставляет пробел. И слэш без ничего удаляет newline. Это обычно в связке работает. Вот как здесь я покажу. Вот есть у нас select, слэш, пробел, слэш newline. То есть, у нас получается, если здесь мы без этого напишем, то будет выглядеть вот так. Select, тверточка, from, все на новой строчке. Если мы, допустим, удалим новую строчку, то будет выглядеть вот так. То есть, вместе с новой строчкой, без новой строчки пробел просто сам по себе не появляется. Можно писать вот так. Я вот, правда, думал, а можно ли просто добавить пробел. Я не проверял. Ну, так тоже работает. Поэтому, смотрите, кому как удобнее. Есть какие-то вопросы? Меня вообще слышно? Да, слышно. Вопрос, что за нижние подчеркивания были на предыдущем слайде? Нижние подчеркивания? Включались строки, да. Я так понимаю, здесь просто... Я не совсем понимаю, что здесь хотел... Эти слайды я взял, как я говорил, с другого доклада. Я не совсем понимаю, что хотел показать здесь докладчик. Может, как-то обозначить, что отступы сохраняются. Насколько я понимаю, здесь... Ну, вот. Вот он имел в виду вот это, скорее всего. Вот, что у нас сохраняются все пробелы, которые мы ставим. Ну, может быть. Может. А может, это... В общем, я пробовал такие. Просто обычно пробел с ушками, поэтому сбивает немного. Что ты имеешь в виду? Ну, пробел у него обычно ушки такие ставятся, как... Ну, не просто палочка. Палочка с маленьким палочками. Может быть, здесь что-то другое имеется в виду, но я не понял этот момент. Поэтому не стану. Я тоже, кстати, когда просматривал это все, думал, что это за штука. Но не пришел ни к какому однозначному выводу, поэтому опустим. В общем, такая штука. Тоже советую интенсивно пользоваться, особенно в тестах. Начинайте пользоваться. Я замечал уже в некоторых тестах в одну строчку вставляется огромный XML. Лучше это все красиво отформатировать. Это приятнее и себе, и другим потом читать. Я думаю, понимаю. Про кого я сказал, я думаю. Извини. Извини, что перебил даже. В основном вот эти три кавычки сделаны для работы с JSON файлами. Потому что это гораздо удобнее. Мне почему-то кажется. Ну, JSON, SQL, XML. То есть, в принципе, любой текст длиннее одной строчки удобнее так делать. Может, это просто месседж будет многострочный, текстовый? Да, да. Все что угодно. Даже просто многострочный текст. Даже если вам форматирование в данном случае не критично, как вот здесь, например. Все равно это удобнее, чем писать, допустим. Вот мы хотим оставить вот так. Но оно у нас слишком длинное, и оно не влезет, допустим. Все равно будет удобнее написать так, чем писать. Ага, этого здесь не будет. Ну, вы понимаете, как это пишется в другом случае, да? То есть, здесь получается конкатенацию нескольких. Вот так мы писали, в общем. Мы писали, деды наши писали. Их деды так писали. Вот. То есть, это однозначно не так удобно, как новый вариант. Поэтому, я думаю, эта фича найдет свое применение. Я рассчитываю на это. Почему-то не удаляю. А вот это удаление новой строки, оно еще и табуляции удаляет, да? Удаление табуляции? Какие? Ну, когда... Этот символ просто удаляет символ, который вот M. Он его удаляет. Но там же еще и табуляции стоят на следующей, допустим, перед from user. Там же два таба стоит. Или вот эти, да? Я так понимаю, они как бы относятся... Вот, смотри, здесь же у меня... Я распечатан тоже. У меня вот этого пространства нету. То есть, у меня вот эти прилегают сюда. А как он понимает, с какой начинаете? Скорее всего, по форматированию файла. Конечно, детали того, как эта фича работает, я думаю, очень интересно. Можно поковыряться, потому что он, скорее всего, работает с этим исходным файлом, с .java. Пытается понять, какие здесь используются отступы. Как вот два пробела или три пробела, или табуляции идут. И уже от этого пляшет. Что, если мы это все, например, подвинем, по идее, что результат не изменится. Ну да. Понимаешь, о чем я, да? Угу, понял. В общем, интересно, да. Так, дальше у нас паттерн матчинга для инстанцов. Интересная фича. Я думаю, не так часто приходится этим пользоваться. Хотя, смотря, какая специфика проекта. В общем, в двух словах, давайте к слайду вернемся, как это выглядит. Когда вы делаете, раньше мы как писали? If object instance of my class, без вот этой в конце части, то здесь мы делали каст к новому типу переменной и работали уже с закастованным значением. Теперь можно в конце вот этого instance of, в конце проверки, сразу создать переменную. Z, например. И уже с ней работать в скоупе этой проверки. То есть она создается уже с нужным типом. Я покажу, что имеется в виду. Вот, например, я создал здесь объект P, который является Point. И вот в этом методе мы проверяем, если этот объект, который мы получили, является locatable. Я создал интерфейсик, рекорд. Но мы пока не будем на этом концентрироваться. Про рекорды поговорим на следующем слайде. В общем, он locatable, иначе у него есть методы getX и getY. Вот, если мы так посмотрим, то это object. У него нету getX, getY, нету такого. Но если он locatable, а он locatable, вот этот record, implement, locatable. Мы проверяем instance of locatable и пишем в конце название, любое название переменной, которое нам хочется. Я прошу прощения. Так, в общем, locatable. И здесь уже в scope этой проверке, если это true, то мы можем эти методы вызывать. То есть мы уже здесь, этот locatable, как переменную типа, это равносильно тому, чтобы мы написали не так, а написали locatable.log равняется locatable, вот, то есть аналогично. Вот, но он предлагает это поменять. То есть в принципе IntelliJ уже все эти фишки знают. Тут понятно? Да. В общем, и можно это чейнить, кстати. Вот во втором методе я показываю. Здесь тоже проверка instance of z. И потом, если у нас идет этот end, исключающий end, мы можем уже z работать. То есть мы уже знаем, что вот эта проверка true. И после этого end оператора можем уже проверять какие-то поля внутри вот этого z-объекта. Тоже, как бы, внутри if. Ну, то есть ускорить этот процесс. И это работает также для или. Если мы, допустим, проверяем instance of, что-то чем-то не является, например. Ну, я не буду сейчас это показывать, потому что я не подготовил примеры, это надо еще подумать. Но, насколько я понимаю, для или тоже будет работать. Просто здесь мы знаем, что он не является уже этим. Но если там z-negated, например. Я, наверное, зря на это время трачу. Вот. То есть вот так тоже работает. Не, не, это если он не locatable. Или, то есть, если он locatable. Вот. То есть можно вот такое сделать, например. Ну, тоже прикольная фишка. Но, опять же, как часто вам приходится instance of проверять? Я думаю, это от проекта разнится. Я, например, не помню, когда последний раз это делал. Так. Есть вопросы по instance of? Нет, значит, давайте перейдем к рекордам. Кто-то уже рекорды писал? Мне интересно просто. Или все на ламбоке просто сидят? Писали. Ну, прикольно. Ну, все равно буду рассказывать. Просто приятно, что такими относительно новыми фичами уже пользуются. Дождались. Значит, с рекордами у нас какая ситуация? Это immutable, final, data holder class. То есть его можно создать instance с предуказанными значениями. Его нельзя потом заапдейтить. У него автоматически есть SQL с хешкодом, это string заимплементированный. В принципе, это аналог, наверное, value аннотации в ламбоке. Но уже нативный для Java. Что с рекордами можно делать? Можно обращаться к его полям, можно к филдам, можно к методам. Интересное решение. Здесь отошли от традиционного энтерпрайзовского подхода с getter и setter. Setter здесь неприменимы. Здесь не пишут getmax, а просто max. По имени обращаемся. Название метода совпадает с названием поля. Мне нравится. Естественно, можно сапплайеры делать. Но я так понимаю, сапплайер здесь не потому, что это рекорд, а потому, что это метод. В принципе, так, с любым методом. Метод референс. Их можно кастомизировать. Можно конструкторы кастомные делать. Вырайдить методы. Добавлять методы. И нельзя использовать хэш-код. Ну, как бы это будет override. Поля такие нельзя уже создать, потому что эти методы уже обзавлены. Вот так примерно выглядит среднестатистический рекорд. Но я, наверное, лучше свой сейчас покажу. В общем, я создал здесь рекорд-координат. Параметры x, y. И хотел продемонстрировать одну из... Там несколько фич интересных, которые мне больше всего понравились. Из такого неочевидного. Там, где немного отходит от синтакса с Java традиционного. То есть все остальное, когда, допустим, там заварайдить что-то или добавить метод, это все просто. А вот есть здесь такая фишка, как, что это называется, компакт-конструктор. Вот. Можно написать конструктор вот такого типа. Пишем паблик, название класса, без никаких аргументов и даже без скобочек. И внутри проверяем значения полей, которые у нас уже объявлены вот здесь. Они у нас уже как бы засечены. У тебя вроде бы демонстрация зависла. Да? Ну, если что-то... Что-то происходит на экране? Нет. О, блин. Сейчас мы попробуем это быстренько починить. Наверное, просто потому, что Борис вышел, поэтому... О, пришел. Борис не выходил. Ты когда вышел, сразу у меня зависла демонстрация. Так, сейчас идет? Ну, да. Вот. Ну, в общем, я думаю, многого мы не пропустили. Слайды видели, да? Угу. Вот. Значит, компакт-конструктор. Вот так он интересно выглядит, если там не был продемонстрирован. Без скобочек. Работаем с полями, которые внутри объявлены. Они уже здесь объявлены. И можно там exception бросить, проверить какие-то значения. Может быть, что-то залогировать. Не очень идея, конечно. А в инициализации класса будет видны эти иксы, игрек или нет? Здесь? Да. Вопрос в другом. Будут ли они уже засечены или нет? Ага. Они, скорее всего... Поскольку они final, они еще недоступны нам. То есть компилятор ругается. Ага. То есть, все-таки сначала выполняется инициализатор, потом вот этот конструктор, который их сетит. Да-да-да. Самое интересное, что мы, походу, можем их инициализировать здесь. Или нет? А, ну, это предусмотрели, дядьки. Это нас. Именно в рекордах нельзя поля через инициализировать блок. Вообще апдейтинг, который здесь объявлен. Инициализировать блок, у них вот этот вот короткий конструктор заменяет его. Ну, можно, например, что-то лагировать, я так понимаю. Да? Или нет? А, вообще нет. А, вообще, вообще запрещено. В общем, да, ребят, даже... Мне даже в голову не пришлось здесь это попробовать. Интересно, а статически можно? Все, начинаем ломать. А статически можно, но я, правда, не вижу смысла. То есть это, как бы, такой дейта холдер, который к инфраструктуре не должен особо иметь отношения. Как-то немножко странно, зачем было добавлять public coordinates, ну, типа вот этот короткий конструктор, если и запрещать просто инициализатор. Ну, ладно. А может быть, два конструктора второго рекорда? Не, здесь, я так понимаю, ну, поскольку здесь вообще невозможно объявить... А, подожди. Возможно, есть вариант объявить конструктор, в котором будет... Например, как-то так сделать. Ага, то есть он должен... Да, то есть его нужно вызвать ЗИС, видимо. Ну, в конце, да. То есть... Вот. И можно, да, с этим флагом, например, и флаг что-то сделать, да. Только сначала ЗИСП... нет? Да, ЗИСП в начале должен быть. Да, обязательно. Ну, в общем, да, он как бы оставляет за собой право сначала все проинициализировать в духе конструктора, в духе рекорда, а потом уже можете что угодно делать. Какие-то проверки, опять же, все это. В общем, да, это все можно, это все довольно сильно кастомизируется. Еще вот здесь, в другом классе, здесь, когда я смотрел, как InstanceSoft работает, я, допустим, этот локейтывал, он у меня, по сути, этот интерфейс локейтывал. Его рекорд имплементировал. То есть, рекорд может имплементировать человек, какой-то интерфейс, например. Если бы я здесь написал не getX, а просто X и Y, то мне даже не пришлось бы вот это все писать. То есть, у него уже это есть. Я просто его как обозначаю, но он под капотом имеет уже эти... Понятно, да? То есть... X и Y. Вот. Поэтому рекордами советую пользоваться. Так, ну у нас уже мало времени, я и так почти все время отнял. Давайте продолжим, да, уже на следующей неделе. Я еще хотел поговорить о том, куда это все дело движется. Может, там что-то 17-е Java осталось интересного. И немножко провести проповедь по поводу того, что нужно апдейтить версии Java, как можно скорее. Поэтому отложим на потом. И какие-то вопросы остались из того, что я расскажу? Есть комментарии. Рекорды вроде нельзя использовать как гибернейтовские entity. То есть, оно не поддерживается вроде бы. Ну да, да, очевидно, потому что у них сеттеров нет. Я думаю, что в последующих версиях хайбернейта и GPA должны забавить такую возможность. Потому что это как, ну, essential теперь часть API языка. И то, что нельзя это делать, это глупо. То есть, если дадут возможность через конструктор сразу инициализировать этот объект, допустим, с базой вычитать, и через конструктор его сразу создать, то я не вижу никаких причин, почему нельзя рекорды для этого использовать. Он идеально подходит. Единственная загвоздка в том, что изначально, традиционно, эти хайбернейты, вообще практически все ORM, они требуют, чтобы у тебя были геттеры, сеттеры и поля не файл. Оно, по-моему, проксирует файлы, точнее классы, делает свои какие-то оболочки для них, что-то такое там было, и поэтому, поскольку рекорд файл, его нельзя за экстенцией прокси сделать. Да, он там проксирует, и может даже что-то рефлексии куда-то залазит. В общем, это все, как бы вот вам идея, создайте свой ORM на рекордах, взлетит. Спасибо. Ну, если больше вопросов нет, то на этом все. Спасибо. То, следующее. Дмитрий, продолжишь? Да, спасибо, продолжу. Сейчас, секунду, шарика. Так, видно. Сейчас, мне нужна доска. Наверное, вытану. Секундочку. Так, еще раз видно экран? Да. Так, ну всем привет. Сегодня хотел бы я рассказать про то, как можно тестировать интеграцию между вашим приложением и SQS. Вот. Но я тут так подумал, что вряд ли кто-то... Ну, мало людей, наверное, из вас знает, что такое SQS, поэтому я хочу рассказать сначала об этом. Вот. А какой-то следующий диктокс, как можно рассказать, как это можно тестировать именно локально. Вот. И хочу отметить, что это не касается MOOC, но какие-то здесь не причастны. Так, ну, в принципе, что такое SQS? Это Simple Queue Service. Так, если у нас это доска, то мы, наверное, тут писать, скорее всего. Или не могу. Ну, ладно, наверное, могу. Так, SQS. Вот текст, если что, ниже там буква T, это вот текста. Так, ниже буква T. А, вижу. Ну, спасибо. Так, это Simple Queue Service, да. Вот. Это AWS-овская штука, вернее, сервис AWS, который позволяет нам имплементировать паттерн Queue. Что такое Queue? Это, ну, все знают, есть, то есть мы положили месседж, то есть это FIFO, да? First in, first out. Это, грубо говоря, наш держатель всех месседжеров. То есть первый месседж попал, он первый же и выйдет. Соответственно, вот у нас наша кьюшка. Сюда мы делаем операцию Pull, да? Или же, говорят, еще не Pull, а Enqueue, по-моему. Enqueue. Вот. Пусть я, конечно, не знаю. Вот. Точно не Push. Sorry, да. Sorry, Push. Да. Соответственно, здесь месседж наш хранится. Вот. У месседжа у нас... Ну, месседж из чего состоит? Он стоит из... Это из хедера и самого месседжа, да? То есть у нас хедер, ключ значения, то есть key и его или, да? Это у нас хедер нашего месседжа. И месседж, обычный стринг. Тут может быть либо JSON-ка, либо там XML-ка, что угодно, что можете положить. Вот. Это вот, что касается к месседжу. Вот. И на другом конце провода стоит тоже еще одна ProBary, наша application, которая делает операцию poll или же Dequeue. По-моему, Dequeue. Ну, а в рамках SQS это все вот то, что у нас вначале стоит. Тут должен быть... Это называется ProUser, который у нас делает наши месседжи и пушит их в Q-шку. Вот. А на другом конце это Consumer. Consumer. Можно, извини, немножко встряну, то есть глобальный смысл, зачем это нужно? А я к этому дойду. Да, да. Собственно, вот зачем это нужно. Вот. Представь себе use case, да? Так, интересно, тут могу добавить себе эту space немножко. А, Clash Frame, да, окей. А, собственно, какой use case? Представьте, что у нас есть сервис A, да, какое-то, начало приложение, там, какой-то сервис... Так, на английский язык не обращать внимания. Так, сервис A, допустим, и, допустим, сервис B. Ну, грубо говоря, вот это, ну, если привязывается к реальной жизни, то, к примеру, представьте, что это наш, типа, шоп, да, который обрабатывает, там, допустим, наши ордеры от наших заказчиков. А вот он передает этот шоп, он передает в сервис, который это обрабатывает. То есть тут он собирает ордеры, а здесь он обрабатывает, к примеру. Вот. И какой способ, в принципе, передать это сообщение между сервисом A и сервисом B? Ну, можно через HTTP протокол передать, да, но тогда вы обязуете сервис A, что он должен ждать ответа от сервиса B. Но представим себе ситуацию, когда сервис B, в принципе, недоступен. Он упал, или интернет-коннекшен отрубился, или что-то еще, то тогда получается, что вы возьмете этот ордер, отправите на сервис B, получите эрору, да, не говоря как, или ничего не получите, там, connection-timeout выйдет, да, и тогда же как вы будете хендрить эту ситуацию. Вот, естественно, тут возникает много проблем, как это хендлить. И, в принципе, один из SKS-ов SKS-а, он помогает все-таки захендлить такую ситуацию. То есть вы, вместо того, чтобы делать call и ждать ответа от сервиса B, вы просто ложите это все дело в queue. Да, вот вы положили, это в порядке мы используем, мы ложим в queue наш месседж, да, и все. А сервис B уже делает операцию call, и когда ему удобно, он может процессить этот месседж. Вот. Соответственно, какие принципы... Можно спросить в комментарии, это не только SKS, это любая очередь, которая сделана, там, RabbitMQ, любые другие очереди, то есть это принцип очереди. Потому что SKS это одна из реализаций очереди на Амазоне. Да, да. Отзывается асинхронная обработка. Вот, соответственно, какие бенефиты в этом есть? Первый бенефит, это вот до контакта, кто там пишет, что это Black Pressure Control. То есть то, что я упомянул, это консюмер, может... Ну, соответственно, я привожусь к моему предыдущему примеру, это продюсер, да? Это продюсер. Это консюмер. Ну, я скачу, но напишу. Это консюмер. Соответственно, консюмер может в любое удобное для него время взять и запроцессить этот месседж. Вот. Соответственно, другой бенефит для продюсера, он может положить в пьюшку и тупо забыть. Это называется Fire and Forget. Тупо положил и забыл. Все. Соответственно, еще есть пару ограничений для пьюшки. Еще расскажу. Что... Представь, у нас есть пьюшка. Вот она. Тут наши мессенджи летят. Раз, два, три. Есть ограничения, что в пьюшку мы можем повышить одновременно несколько раз. Одновременно. Но сделать операцию пол мы можем сделать только один раз в одно время. Это ограничение есть в SQE. Как это достигается? Это, вот, к примеру, вы когда делаете... Ну, это у Варя не вы, а под капотом, когда вы как-то либо выезжаете. Или сам из Киес. Вот. Сам из Киес, что он делает? Он делает пол. Десадит этот месседж. Дает... Вернее, ставит на нем блок. Этот месседж больше уже не видно в пьюшке. Он уже за рамки этой кьюшки и на нем стоит лог. То есть другие консюмеры ее уже не видят. Как только он запроцессился, он пропадает. То есть если тут вылетел success, то есть мы успешно обработали этот месседж. Тогда он пропадает с кьюшкой полностью. Есть ли же такая ситуация, что тут у нас выскочил error какой-то? Тогда тут есть два варианта. Он может вернуться обратно. Вот этот месседж. Он может вернуться обратно. И стать видимым для всех консюмеров. Либо же есть вторая опция. Это называется dead letter queue. That letter queue. Грубо говоря, это еще одна кьюшка, которая говорит, что вот здесь мы будем хранить те месседжи, которые мы не смогли запроцессить. Почему, естественно, этот месседж попадает сюда? Это здесь. Для чего это может быть удобно? Для того, чтобы у нас там, в общем, вылезла бага на консюмере, и мы там хотим, чтобы все наши месседжи были в отдельном кьюшке, чтобы мы потом отдельно мы их прочитали, когда мы уже пофиксили эту багу. Вот, к примеру, один из из кьюшка есть. Вот. Ну, это, к примеру, как работает... Ну, приблизительный пример, как работает лог и как происходит вычетка из кьюшки. Вот. Соответственно, кьюшка, у меня есть две версии. Вот. Так, вот я очищу. Соответственно, у нее есть две версии. Есть стандартный, стандарт, SQS, стандарт и FIFO. Я расскажу, ну, когда вообще, в принципе, когда вы будете создавать кьюшку, здесь такая, здесь будет опция. Вот, либо стандартный кью, либо FIFO. Я вкратце объясню, в чем их разница и где их можно применять. Вот. Начнем с стандарта. Это, например, это самая первая версия SQS, где есть несколько таких и бенефитов, и плюсов, плюсов и минусов. То есть, первый плюс, что вы, наверное, скорее, минус, я бы сказал бы. В общем, когда вы положите сюда несколько мессенджов, там они раз, два, три, четыре, пять. Вот вы положили первый мессендж, второй мессендж, положили третий, четвертый. И когда консирмер начнет это все читать, то вот не факт, что он прочитает сначала первый, второй, третий, четвертый. То есть здесь не сохраняется последовательность этих сообщений. Он может прочитать сначала четвертый, потом первый прочитать, потом третий, потом второй. То есть тут ordering вообще рандомный, полностью. Это как, ну, с моей стороны, это минус. С другой стороны, каждый мессендж можно прочитать несколько раз подряд. То есть тут нужно быть внимательным, потому что несколько мессенджей можно прочитать несколько раз. И, соответственно, один из прессов есть то, что мы в эту кьюшку можем пихать мессенджер сколько угодно в количестве секунд. То есть здесь нет никаких лимитов на это. Вот. Это то, что касательно стандартной кьюшки. А FIFO, то есть, как я уже упомянул, это first in, first in, first out. То есть у нас кьюшка обретает такой вид, что у нас мессенджеры идут тупо последовательно. Один за каждый... Ну, в общем, вот так вот. Первый, второй, третий, четвертый. И, соответственно, когда консюмер читает, у него сохраняется эта последовательность. Он читает первый, второй, третий, четвертый. И тут, как я уже упомянул в этой ситуации, тут он читает только один мессендж за определенное время. То есть он не может прочитать второй мессендж в следующий раз. И еще, что хочу упомянуть, то, что здесь стоит лимит на количество... Сколько можно запушить в эту кьюшку в секунды. Если не ошибаюсь, там стоит лимит 300 мессенджей в секунду. Вот. Вот, что еще хотел упомянуть. А, и еще, ну, лимит тут еще, кстати... Да, кстати, по мессенджам, по мессенджам. Мессенджи тоже имеют лимиты. И в этот мессендж нельзя положить больше, чем, по-моему, 256 килобайтов. Ну, на самом деле, это прям дофига. Ну, типа, если вы там будете процессить большие рисунки, то в метеоведуши нельзя запихнуть это больше, чем 256 килобайтов. Это вот такое ограничение. Вот. Так, ну, это, в принципе, база, которую я хотел рассказать. И сейчас хочу рассказать версию Spring Boot, и как можно это имплементировать. Где мы имплементируем продюсера и консюмера. Но, прежде чем я начну, давайте так, в вас есть какие-то вопросы. Или нет? Ну, если не вопросы, я могу немного добавить. По поводу стандартных и FIFO кьюшек. Ну, все правильно, да, здесь рейт-лимиты разные. Для FIFO они гарантируют порядок сообщений и гарантируют exactly once чтение. То есть вы одно и то же сообщение два раза обработать не сможете. Если оно один раз было обработано, и его продюсер, консюмер уже заакноледжил, то есть он закончил обработку, и отослал в очередь сообщение, что я закончил, то больше это сообщение никто никогда не получит. Но это идет, как бы, ценой сниженного рейта, потому что там, чтобы эти блоки правильно поддерживать, скорее всего, все на одном инстансе должно быть. То есть это синхронизация. А в стандартной очереди там распределено все между многими инстансами, скорее всего, и там может быть разный порядок обработки сообщений, как ты правильно сказал. И, может быть, одно и то же сообщение, ты можешь его взять, вычитать, обработать, ответить, что ты его обработал, но его потом еще раз может кто-то тоже вычитать. И еще раз обработать. То есть они не гарантируют exactly once, они гарантируют at least once обработку. Поэтому, если система не единпатентная, то есть если второй раз обработаешь сообщение, будет проблема, например, если это перевод денег со счета на счет, то есть нельзя два раза одно и то же делать. И если нигде в системе не ведется учет, что эта транзакция уже обработалась, второй раз ее не надо совершать, то могут быть такие ошибки, задвоенные действия. Если система предусматривает такую возможность, то в стандартную очередь это подходит без проблем. Ну да, тут в принципе зависит от того, какая задача перед вами стоит. То есть здесь нужно прям прям внимательно почитать, какой вам из вида кьюшки нужно. Но еще один забыл, ну это не сильно важный факт, но чем мы платим по факту за последовательность? На самом деле FIFO, она примерно в 25% дороже, чем от стандартной кьюшки. Вот, это на самом деле небольшая сумма, не такая больше, как за эти два инстанции. Ну, просто имейте в виду, что она чуть-чуть будет дороже. Вот. В целом, насколько я знаю, SQS тоже копеечный, условно, сервер по сравнению с вычислительными. Ну, если, например, речь о миллионах сообщений в день, то цена может существенно отличаться, конечно. Может быть, тогда есть смысл использовать стандартную очередь и иметь какой-то маленький Redis кэш, в котором просто резолвить задвоенные действия. Ну, это уже каждая архитектура отличается. Я хотел добавить ключевой момент, зачем очереди используются. То есть здесь может быть много продюсеров и много консюмеров, и ты просто отсылаешь сообщение в очередь, и тебе все равно, кто его законсюмит, тебе важно, чтобы кто-то его обработал. Ты, грубо говоря, раздаешь джобы. И эти джобы потом могут там 5-10 консюмеров подбирать эти джобы из кьюшки и выполнять их. То есть здесь такой принцип идет. Есть брат или сестра, или брат-близнец у этого сервиса смс. Там принцип другой, там принцип fanout. Там ты помещаешь в смс месседж, это notification. Simple notification service. И этот notification получают все, кто подписан на него. То есть вот здесь получает кто-то один месседж, а в смсе один месседж получат все. То есть семантика разная получается. То есть в этом случае семантика такая, что у тебя может быть один или несколько продюсеров и один или несколько консюмеров. Но одно сообщение достается одному консюмеру. То есть вот так вот. Ну как минимум одному. Ну и в принципе один раз оно создано для того, чтобы его один раз обработали. А есть еще сервисы для нотификаций. Там смысл в том, чтобы одно сообщение получили все. То есть это уже другой подход, другие задачи решают, естественно. Да, спасибо за отточнение. Так, ну, есть ли какие-то еще вопросы? Так, ладно, хорошо. Если вопроса нет, тогда мы переходим к самому интересному. Собственно, это, конечно, много еще рассказали. Теперь перейдем к самому интересному, как это все сделать. Вот, я, короче, создал тут за кадром проект. Так, вам вообще видно, да, идейку? Уточнить. Да. Смотри, я, короче, за кадром создал проект, где у меня тут, в принципе, модуль для консюмера, модуль для продюсера. И это, грубо говоря, там, команд проект, где я конфиживаю сам SKS. Вот, я начну с него, наверное. Я, как ни странно, использую здесь тупо Spring, ничего более, потому что, потому что Spring тоже может поддерживать мессенджинг и с SKS. Вот, что здесь есть. Так, первое, мы тут банально бин для конвертации, джисонки. Второе, это несколько бинов для процесс, то есть для самой интеграции с SKS-ом здесь нужно банально путь, ну, урла просто к SKS-у, его регион. На самом деле, не понимаю, зачем здесь регион, если здесь можно в урле, в принципе, достать регион. Ну, я потом покажу. Ну, наверное, для кого-то, для кого-то случая нужно. Вот, сейчас мы тут пару бинов нужно создать, но нам самое главное нужно будет вот этот бин. То есть этот bing.q.messaging.template, он, в принципе, берет и отправляется это дело в кьюшку. Вот, ну, естественно, сервис, который... А, нет, подожди, это сам сайт, сам месседж, да, сам месседж. Это, грубо говоря, детешка. Детешка, которую мы будем кидать между консимером, вернее, между продюсерами и консимером. Вот, и... А, ну, сам сервис. Сам сервис, в какую кьюшку нам нужно положить, А, ну, еще, кстати, за месседж группа 1 не уточнил. Ну, наверное, что-то на биртуксе уточнить. Там можно, кстати, несколько каналов делать на FIFO и обрабатывать. Ну, короче, это все расскажут. Вот, здесь мы отправляем... Отправляем месседж в кьюшку. Вот. Ну, в принципе, все. Это, что касательно коммана, комманд проекта, комманд модуля. Ну, и продюсер. Продюсер, он использует вот этот сервис, и, грубо говоря, он отсылает месседжи в кьюшку. Ну, здесь просто обычный пост-поинт, где мы просто отправляем это все в кью-сервис. Ну, и консюмер. Консюмер. Тут более интересная вещь. Тут стоит просто аннотация. Он использует паттерн на лисе, консюмер, то есть он слушает кьюшку, и... Ну, и я тут добавил лог, чтобы залогать, чтобы увидеть это сообщение. Ну, в принципе, все. Сами вся имплементация. Ну, теперь давайте запустим это все дело. У нас есть продюсер и консюмер. Ну, да, конечно, я тут поддебарил немножко. Куда без этого? Так, ладно. Хотел ее, конечно, до окна сделать, но не получается. Ладно, короче. Так, вот у нас есть продюсер. У него есть end-point. И напомню... А, у меня, в принципе, после меня это все дело есть. Там есть end-point, который отправляет это все в кьюшку. Сейчас попробуем поиспользовать его, посмотреть, что получится. Так, ну, в общем, вот, end-point. Я тут, конечно, тестировал. Стандартно напишем hello world. Так, и пушим. Так, получаем 200 окей. Здесь в логах от продюсера мы видим, что вот мы получили месседж, мы отправляем в кьюшку. А в консюмеры мы видим, что мы его получили. Вот и все. А теперь давайте представим ситуацию, когда у нас, допустим, консюмер, у нас он недоступный. Мы его вырубим. Вот, и, допустим, там напишем там hello test123, к примеру. Ну, да, конечно, но там... Ну, как всегда. Так, мы сюда отправляем месседж. Нет, отправлю пару месседжов. Это, допустим, ID hello, там еще что-то там напишу. Неважно, в принципе. Пару месседжов кьюшку отправили. И я хочу напомнить, что мы, по факту, не ждем ответа от консюмера. Нам пофиг на тишину, когда он обработает. Соответственно, сейчас консюмер, он выключен. Он ничего не принимает. Но когда мы его включим, он возьмет и прочитает эти мессенджеры. Ну, вот. Прочитали первое, второе и третье сообщения. Вот, давайте так, есть какие-то вопросы. А ты сейчас через AWS их шлешь или через LocalStack? Блин, я хотел... Нет, через AWS. Я хотел бы подойти к LocalStack умедленно, но ты... Да ладно, но все равно, если кто-то еще не знает, о чем речь, то просто слово. Это еще не спойлер. Да, да, да. Ну, короче, в следующем DevTalks я хотел бы расходить про LocalStack, а потом уже в спойлере. И, в принципе, я хочу попытаться протестить, протестить связку между продюсером SGS и SGS Consumers. Вот так вот. И это, в принципе, все локально тесить без использования AWS. Вот, как-то так. Так, есть какие-то вопросы? А, ну, естественно, там будет Docker. Чисто. Keep your updated. Я... у меня предложение есть, чтобы немножко интереснее было в следующий раз. Я не говорю, что сейчас было неинтересно. Я к тому просто, чтобы просто показать LocalStack. Запустили, вот, он вместо этого идет. Может быть, еще покажешь, как конфигурировать месседжи. Допустим, Visibility Timeout, чтобы менять вот эти вещи. Объяснишь, как-то... Не-не-не, когда месседж отправляешь в очередь, там можно поставить, допустим, Visibility Timeout 10 секунд или 30 секунд. И объяснишь, типа, как это, ну, в зависимости от потребности приложения, что это все значит. Там другие тоже есть всякие параметры. Да, и, кстати, про Visibility Timeout тоже не рассказал. Это, грубо говоря, то время, когда можно вообще процессить месседж. То есть, если вы взяли... То есть, если консюмер взял этот месседж и не вернул ответ за определенное время, месседж, тайм-аут, или как там, месседж availability, да? Забыл. Вот, тогда он решит, типа, все, вышло эррора, и он возвращает этот месседж обратно к юшку. То есть, это единственное, что я тоже забыл. Я хочу вспомянуть про вот этот тоже параметр. Да, и, может быть, будет смысл, может, в дебагере поковыряемся или где-то показать. Это, мне кажется, важно понимать, как это работает. Потому что я использовал обычно SDK напрямую, то есть, показать, что происходит. Сначала месседж вычитывается, потом есть эти 10-20 секунд на его обработку, и приложение должно проактивно послать acknowledge запрос, и только тогда месседж удаляется. То есть, вопрос не того. Здесь это все спрятано под аннотациями, да? И он, месседж acknowledge, acknowledge автоматически. Ну, просто показать, что это еще один запрос идет от консюмера, он уже апрувит, что месседж можно смело удалять из очереди. Если этот запрос второй не приходит по причине ошибки или там что-то зависло, то месседж обратно возвращается. Например, можно в дебагере остановиться и 20 секунд просто посидеть и увидеть, что месседж обратно в очередь вернулся. Ну, что-то такое. Просто я считаю, это очень важно понимать, особенно с этими клауд-системами, что конкретно происходит. Часто это автомагикально, да? Но эти нюансы, в них обычно потом баги всякие всплывают, когда не понимаешь. Да-да, согласен. То есть, в принципе, можно объяснить, как оно работает под капотом. Да-да, ну так вкратце, там не сильно углубляюсь, но просто, чтобы было понимание происходящего хорошее. Да, хорошо, хорошо. Так, есть какие-то еще вопросы? Если нет, тогда у меня на этом все будет. Плотно у нас сегодня час. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok